Друзья, всем привет! Хавел F7X Это тот самый автомобиль, на который мы снимали обзор и независимый отзыв владельца. Напомню, человек ранее катался на Audi A6, свеженькой, после чего ее продал и осознанно решил купить себе Хавел F7X. Он рассказал все плюсы, минусы, и в том самом обзоре он упомянул такую деталь, как незначительный на первый взгляд косяк с лакокрасочным покрытием по капоту, который ему признали гарантийным и без проблем пригласили его в любой удобный для него день на перекрас этого элемента. Но что происходило дальше, он сегодня нам расскажет. Потому что буквально несколько дней назад он мне звонит и говорит, Дмитрий, у меня есть крутейшая информация для зрителей твоего канала, с которой я готов поделиться. Я с радостью выслушал ее, сам офигел от того, какое расследование он провел. Я знаю, что Дмитрий, владелец этого автомобиля, дядька позитивный, харизматичный, многим из вас он понравился. Ролик с этим автомобилем набрал уже практически миллион просмотров. И глубина просмотра очень хорошая. В общем, друзья, не размазывая кашу по тарелке, я быстренько вас познакомлю со спонсором выпуска, а после чего Дмитрий расскажет нам очень много интересных деталей, на которые каждому из нас нужно обратить внимание. Я себе на ус эту информацию намотал. И вам рекомендую сделать то же самое. Приятного просмотра! А в этом сюжете у меня есть просто шикарный спонсор выпуска для всех тех, кто прямо сейчас ищет себе автомобиль на вторичке или кто уже в голове держит мысль, что в ближайшее время будет искать себе машину с пробегом. Я представляю вам сервис по проверке автомобилей по базам данных с именем Антиперекуп. Ребята на рынке с 2017 года. Еще с тех времен, когда не было таких сервисов, как Автотека, Проавто и другие, у них огромный опыт работы с базами данных автомобилей. В кармане лежит мобильное устройство, а на мобильном устройстве установлено приложение Антиперекуп, которое даст вам доступ ко всем базам, к автомобилю, который вас заинтересовал. Здесь все элементарно. Нужно ввести либо госномер, либо винномер. Но если хотите самую полную информацию, то, конечно же, придется заплатить за доступ к полному отчету. Через их сервис вы получаете огромное количество информации с различных баз данных. Проверка на ДТП, розыск, ограничения, данные владельцев, судебные постановления, комментарии других людей, фотографии со всего интернета и многое-многое другое. Поиск автомобиля на вторичке – это не быстро. Кто-то и вовсе этим занимается профессионально, подборщик. У них вы можете купить подписку с хорошей скидкой на месяц или на полгода. Таким образом вы получите безлимитный доступ к полным отчетам. Если вы подумаете прикупить автомобиль с пробегом, по ссылочке в описании вас ждут все полезные ссылки на антиперекуп. Скачивайте мобильное приложение. Проверить машину можно как по госномеру, так и по винномеру. И тем самым, не выходя из дома, вы получите всю актуальную информацию по приглянувшемуся вам автомобилю. Антиперекуп ждет тебя в описании. Друзья, встречайте, вспоминайте Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую. В первую очередь от лица всех зрителей канала я хочу вас поздравить. У вас родился сын. Мужик. Отличное событие. Вы человек позитивный. Вы человек честный, объективный. Вы показываете плюсы, показываете минусы. И начнем мы сегодня с такого момента. Вообще мы сегодня сотрудим с вами три темы. Это дилерское отношение к клиенту. Это гарантийное обязательство. Как их выполнять, в частности, компания Хавал. Какое вы нашли на них разоблачение. И третье. Мы поговорим про электронный ПТС. Потому что вы тоже тему копнули. Во всех вопросах вы разбираетесь. И сегодня с вами поделитесь этим. Дмитрий, началось все с того, что в последнем ролике, когда вы делали обзор на этот автомобиль, рассказывали, у вас здесь был небольшой косячек. Друзья, я вам его выведу на экран. Многие в комментариях вам написали, что ля, да это же от дворника. Конечно. Никакой не гарантийный случай. Это от дворника. Но все началось именно с этого. А теперь продолжайте, что было дальше. А дальше было опять чудеса. Опять дилеры все молодцы. Давайте по порядку. В общем, все комментарии прочитал. А они там некоторые прям меня засмущали. Я прям щечки натер. Прям какой оказывается я хороший. Но это неправда. Был косяк. Его признали гарантийным. Если бы это было от дворника, это значит, есть механическое повреждение, надавленное, еще что-то. Это просто не признали гарантии. Я сам оцарапал свой автомобиль. И даже если приложить туда дворник и попытаться им пошкрябать немножечко, то ничего не получится. Поэтому это просто почему-то отвалилась краска. Причин они мне так и не сказали. Далее у меня наступает третье ТО. Я думаю, покрашу-ка я себе капот заодно. Это было 5-го числа в четверг. Почему я так хорошо все это помню? Как вы понимаете, все пошло не по плану. Ко мне приехала, я маленькую предысторию, почему мне очень была нужна машина воскресенья. У меня родился мужик, чему я безумно рад. Всем привет, семья. И ко мне приехала теща помочь жене. Вот в первые дни там тяжело достаточно бывает. И мне надо было в воскресенье отвезти ее домой в город Тула. И мне машина нужна была вот так вот просто. Я приехал 4, говорю, мне только машину в воскресенье отдайте. Она мне прям очень-очень нужна. Мне говорят, да, конечно, конечно, мы вам отдадим. Может даже пораньше получится. Я думаю, какие классные ребята. Но мы-то уже научены. Меня Ауди учил, Ада Ауди, Хонда учил. Там все прям по наклону. Поэтому я к вам уже относился, уважаемый Хавал, как к врагу. Поэтому вы меня особо не удивили. В субботу я начинаю звонить Хавал, потому что чувствую, что что-то будет не так. Можно я назову название, какой именно Хавал? Конечно, как это все на ваш суд, как хотите вы же, ваши машины. Вы об меня ножки вытерли, поэтому привет. Хавал в поселке Комунарка, автопремьер. Здравствуйте. Все события происходили именно там. Получается так, что в четверг вы сдаете ваш автомобиль на прохождение технического обслуживания. Именно так. Плюс окрас капота. Да. И вам говорят, что в ближайшее воскресенье автомобиль будет готов и под техническое обслуживание, и уже с окрашенным высохшим капотом. И вам его выдают. Да, ТО. Мне позвонил мастер-приемщик. Кстати, с мастером-приемщиком нет никаких проблем. Нормальные там мужики работают. Всегда общий язык находим. Где-то в 12 часов, говорит, уже ТО готово. Я ее передал на окрас. Вот ради интереса техническое обслуживание третье обошлось. По-моему, 11 или 12 тысяч около того. Сейчас чек посмотрим. Я посмотрю. Потому что они с меня за перекраску капота еще тысячу рублей взяли гарантийные. А за что? За грунт. За грунт? Грунт. Говорят, вот здесь у вас скольчики были. Давайте за косарь мы вам скольчики покрасим. Ну, я думаю, косарь могу себе позволить. Давайте закрасим. Ну, хорошо. Вы звоните в субботу. В субботу звоню. Там берет девушка. Официальный дилер Хавал. Здравствуйте. Кстати, почему его называют все Хавейл? Вот если вы читаете, у вас есть образование, и вы читаете, оно читается Хавал. По фонетике производится Хавал. Но почему-то официальный представительさん называет Хавейл. Я не понимаю, почему. Я буду звать его Хавал. Как вижу, так и читаю. Говорит, да, слушаю. Я говорю, переключите, пожалуйста, меня на сервис. Говорит, да, хорошо. И положила трубку. И так три раза. Вы понимаете, три раза. Я уже сижу, думаю, да что там там происходит-то. На четвертый раз уже начинаю. Говорю, переключите меня на сервис. Сервис говорит, да. Я говорю, я вам машину сдал. Она говорит, так она в кузовном. Я говорю, а что, кузовное, это где-то там далеко, что ли? Вы не одна организация? Ну, сегодня человека нет, попробуйте завтра позвонить. Я думаю, оригинально, ладно. Звоню на следующий день. Говорит, вы знаете, мы не знаем пока, когда отдадим. Это прям цитата. Я говорю, когда вы мне выдадите мой автомобиль. Он говорит, ну, мы пока не знаем. Ну, вот сейчас красить его собираемся, еще сохнуть ему, мойка там. Я говорю, ладно, хорошо, что делать? Позвоните в понедельник. У меня пригорает, конечно же. Мне надо тещу везти. Хорошо, взял у сестры автомобиль, отвез ее в Тулу. Все, хорошо. Но злой уже, конечно же. Короче, стройки уже просрали. В воскресенье вам, естественно, автомобиль еще нет. Да, ну, как бы, ничего страшного. Я предвидел, что это есть, что... А что, дилеры? Официалы всегда в сроки укладываются. Это чудо было бы какое-то. Это так и важно, Дмитрий. То есть, для объективности, друзья, здесь нет задачи как-то, знаете, засрать там конкретного дилера. То есть, вы показываете историю, что с Ауди были проблемы, с там, Кондой были проблемы. Поверьте, Хонда переплюнет всех. Там просто, вот прям, грани абсолютного дна. У меня сломался полный привод, они мне лампочку отключили официально, понимаете? Вот на столик там все. Хонда, Павшинский мост, дом 2, город Тула. Привет. Я вас всех буду называть, мне это скрывать нечего. Короче, и с Хавэллом тоже самое. Хавал, Хавэл. Хавал, Павзинский, вы называете как там, вы лицо официальное, а я-то кто? Называю как хочу. Вот. Хорошо, звоним в понедельник. Когда? Ну вот, может быть, после обеда. После обеда действительно сами позвонили, что удивительно. Говорит, машина готова, приезжайте, оплачивайте, забирайте. Приезжаю, подхожу к мастер-приемщику, он мне выдает документы ПТО, там все ровно, все хорошо. Я иду их оплачиваю, все у меня. Я говорю, подождите, а где документы, что у меня капот окрасили? Говорит, так вот сейчас гарантийщик выйдет, он вам все выйдет. Хорошо, ждем гарантийщика. Полчасика. Ну там обычно полчасика вы где-то ждете человека, когда к вам подойдут. Хорошо. Ну это такие нормы Хавала автопремьера. Дает мне пустой бланк, без всего. Говорит, расписывайтесь. Я говорю, сейчас. Ауди меня научила быть плохим клиентом. Я говорю, вы хоть впишите там работы какие-то, что вы сделали? А это вам дадут, там целый пакет гарантийный дадут. Там и рекомендации и прочее. Я говорю, а где пакет гарантийный? А его, говорит, нет, я вам его на WhatsApp пришлю. Я говорю, а как вы на WhatsApp пришлете документ с синей печатью? Да? А что, вам он так нужен? Я говорю, ну как бы. Вы у меня на машине кусок кузова окрасили, а документ не вы даете? Ну мы же вам окрасили. Для всех. То, что вы мне окрасили, это ничего сверхъестественного. Это ваша обязанность, блин. Ну, чуть не мотекнулся, извините. Потому что уже просто пригорает. Дмитрий, а вот давайте я вас здесь остановлю. Смотрите, кто-то может сейчас посмотреть, задать такой вопрос из серии. Ну смотри, подожди, я не понял. Ты приехал, тебе из-за какой-то там царапинки не послали тебя нафиг, а покрасили тебе капот. Тебе покрасили? Покрасили. Зачем тебе эти бумажки? Ну покрасили, все есть, там они тебя знают, сказали, что если что мы понесем. Расскажите людям, почему вы хотели получить именно документы, подтверждать гарантию. Расскажу. Посмотрите ролик про Ауди, Дмитрий сделал, когда мы... Ссылочку оставим в описании в прошлом году зимой. Да. Так вот, я в Ауди обращался 14 раз, они мне выдавали гарантийные документы. А когда дело дошло до конфликтной ситуации, они сказали, что я к ним не приходил ни разу. Я словам больше не верю, без документа вы мне ничего не сделали. А теперь, Дмитрий, у вас опыт большой. Вот скажите, есть ли шанс, что мне плохо покрасили, у меня краска через год слезет? Есть, а даже не через год, а быстрее. Соответственно, у меня слезет краска, документа о том, что у меня перекрасили машину, просто нету. И вот что мне делать? Я к ним приеду и скажу, ты кто такой? Иди отсюда, мы тебя не звали. Ну потому что, а кто тебя красил? Непонятно, мы не красили, первый раз про тебя слышим. И самое главное, что это может продолжиться с какими-то другими элементами. Возможно, это просто был общий заводской брак. Просто пробег на машине еще не такой большой, тут буквально 30 тысяч кмэ. И важно, что, друзья, вы очень часто сами ссылаетесь на канал Андрея Подшивалова. Я, Андрей. Вот он, конечно, часто показывает ролики, где очень важно соблюдать все вот эти ремонты по гарантии, чтобы все документы были собраны, чтобы в дальнейшем ты мог сказать, опа-на, бумажка есть. Андрею Подшивалову, мои вам обнимашки, вы делаете очень правильное дело по юридическому просвещению. Кстати, благодаря этому мне пришлось, когда была конфликтная ситуация, очень много материала оттуда подчеркнуло о защите закона прав потребителя. Теперь имею маленькое юридическое. И благодаря всем вот этим вот негативным ситуациям, я теперь студент гражданского права, да учусь вам к врачу. Говорит, ну, вы знаете, документов сегодня нет, попробуйте завтра. Я беру ключики от машины, говорю, ну, если вы мне документы на машину завтра выдадите, тогда я ей машину завтра, потому что машину без документов я не буду забирать. Как только я уеду оттуда сам, вы мне сами скажете, что я перекрасил его там за углом, а не у вас здесь. Запросто. Легко. Наступает следующий день. Вы уезжаете, а не офигелишь, да? Он, цитата, даже так? Я говорю, а как? А я по-другому не умею, я по-другому просто больше себя не буду, я буду себя вести как тварь. Вот я такой плохой клиент, я плачу деньги. Нет, Дмитрий, здесь чуть-чуть вы не правы, не в то, что вы как тварь ведете, вы ведете себя как, наоборот, законопослушный гражданин. В переводе на дилер, на, если мы переведем на дилерский, ну, не клиент, а тварь какая-то, документы требует, какие-то там, еще что-то наглеет. Мы тебе перекрасили, вот скажи спасибо, почему-то они заставляют клиента думать, что они им благо какое-то сделают. Вот дворник стоит, метет метлой, и мы вам подходим, ты метлой метешь, ни хрена себе. Нет, это обычная его работа, и они обязаны это чинить. Из-за гарантийный ремонт они получают деньги, такие же, как и от нас с вами, те же самые рубли, но от производителя автомобилей. Таким образом, вы уезжаете домой на такси, и, соответственно, машина остается, наступает следующий день. Я проснулся сразу злой, в 7 утра, от злоба, я думаю, сейчас что-то будет, ну, будет, ну, какая-то подстава обязательно будет, ну, не могут они сделать нормально. Хорошо, мне звонят после обеда, приезжайте, документы готовы. Я приезжаю, мне выдают документы, я читаю, ля, какая красота, все как надо, все по фэнкшуй, все отлично, все, ставят печать. Гарантийная обязательность, все, короче, все, как должно быть, все сделано. Даже печать поставили, а не штамп. Я сейчас отдельно этого коснусь, это очень важно, про гарантийную книжку. Вот они поставили печать, все мне выдали, я такой счастливый, выхожу, сажусь в машину, еду домой. Но где-то вот червячок сомнения в меня закрался, думаю, дайте-ка я повнимательнее посмотрю документ. А там подстава в чистом виде. Магия монтажа, и Дмитрий встает козыря. Или как правильно, козырь? Я не знаю, вот это хрень. Нет, ну изначально вам это дали, то бишь здесь смотрите, как бы официальный бланк, хавал написано, официальный дилер, все позиции прописаны, с ценами и так далее. Все как положено, сделано. Причина обращения, отслоение ЛКП на ребре капота и так далее. И печать, и подпись. Красота! Данный документ, в юриспруденции есть такое понятие, документ ничтожен. Вот этот документ ничтожен, мы его разорваем, у него нет никакой юридической силы. На что необходимо обращать внимание, когда вам делают гарантийный ремонт? Первое. Кто делает ремонт? Вот здесь вот есть шапочка, здесь написано, автопремьер, ИНН, КПП, красиво все. А печать стоит вообще другой организации. Это то же самое, как вы приехали в Мерседес, вам Мерседес выдал бланк, а печать от Ауди поставил. А вы объясните людям, в чем разница в печати? Разница, внимательно смотрим. Это называется автопремьер. Это название фирмы. Если вы когда регистрируете, у вас какая-то есть форма. Допустим, ООО, общество ограниченной ответственности. Вот здесь не написана его форма, но написано ННН. Мы вбиваем ННН и видим, что это ООО Автопремьер. Точка. Точка. Все, ничего. А эта организация называется ООО Автопремьер Н. Опа она. Казалось бы. И она не является официальным дилером Хавал и не имеет права осуществлять ремонт. Откуда я это знаю? А я позвонил на горячую линию ООО Хавейл Мотор Рус. И спросил, как называется официальный дилер Хавал. Мне сказали ООО Автопремьер. А потом я начал гуглить, а там знаете сколько юридических лиц? На том адресе, где находится официальный дилер. Да, да, да. Знаете, не два, три. Я вообще офигел. ООО Автопремьер. ООО Автодифис Премьер. И ООО Автопремьер Н. Причем ООО Автопремьер, которое считается официальным дилером, находится в стадии ликвидации. Вот ООО Автопремьер полностью. Ого. И я такой, что-то мутненько, что-то мутненько. Давайте-ка позвоним дилеру. Я подумал, что они молодцы, но мне печать другой организации поставили. Ну, может, у них там какие-то свои мутки. Я позвонил. Мне говорят, приезжайте, сейчас разберемся. Я в тот же день, через два часа, я снова был там. И то есть вы им объяснили, да, всю эту ситуацию, что вы звонили представительство, то, что вы пробили все это, увидели, что три фирмы, что вы видите, что кто-то из них банкротится официально. Вы им это все рассказали? Не факт, что банкротится, просто ликвидация по неизвестной причине. Ликвидация происходит. Конечно. Ликвидация, друзья. Ликвидация. А дальше? Я говорю, извините, а кто из вас троих является официальным дилером? И кто мне покрасил капот? Объясните мне. Официальный дилер у нас автодефис премьер. Я говорю, тогда почему ООО «Хавейл Мотор Рус» про это не знает? И потом я, когда начал копаться, вот, кстати, к организации «Хавейл Мотор Рус», указывайте, пожалуйста, ИНН организацией, которая является вашим официальным представителем. Я там ногу сломал уже, просто все это дело ища. Потому что написано «официальный дилер, автопример и адрес». А там их три автопримера. Какой из них автопример? А вот, например, в документах, когда вы покупали автомобиль, вы не сравнивали? А я не у них покупал. А, вы не у них? К сожалению, я покупал не у них. Не покупал я не у них, потому что на них был безумный спрос. Модель вышла в сентябре, и я ее купил в сентябре. Поэтому я ее покупал, по-моему, у меня на номерах написано «Фавейл Моторс». Фавейл Моторс. Да, это на севере. Так, но суть это не меняет того, что покупая автомобиль в официальном дилер, вы можете обслуживаться везде, что, собственно, подтверждается по документу, вас без проблем приняли. Везде у официалов. А я обслуживаюсь не у официалов. А потом, когда я залез в сервисную книжку, там везде печати «Автопремьер Н». То есть я не проходил официальное обслуживание. То есть вы приезжаете по тому же адресу, по ту же вывеску, официальный дилер ховал. А печать у вас стоит организацией, которая не является официальным дилером. И потом, когда вы пойдете в суд, а вы знаете, сейчас, когда вам говорят «идите в суд», это как будто вас на три буквы послали. «Идите в суд». А я пошел, я сходил. И я даже выиграл суд. И не один уже. Потому что вы просто задрали уже правовой какой-то беспредел устраивать. Ну сколько можно об людей ноги так вытирать? У меня уже просто нереально горит. Сейчас три дня меня подспустило. Если бы мы ролик писали три дня назад, тут было один матлок просто. Ну вот вы приехали к ним через два часа. Я говорю, я подошел к мастер-приемщику, который говорит, вы знаете, Дмитрий, я вообще не знаю и разницу не понимаю. Я не шарю. Я сейчас вам позову Татьяну Петровну. Привет, Татьяна Петровна. По-моему, Татьяна Петровна. Если ошибся, извините, пожалуйста. Я говорю, как называется ваша организация? ООО «Автодефиспремьер». Я говорю, автопремьер Энн, это что? Это тоже официальный дилер. Я говорю, то есть у вас под одной крышей два, две организации, которые являются официальным дилером. Она такая, да. Я звоню в Хавал. Хавал про это вообще не слышал. Как это у нас два дилера в одном месте? Нет, такого не бывает. Если хотите, мы сейчас позвоним в Хавал, чтобы записать. Ну, друзья, просто не будем тратить на это время, а то ролик у нас получится полтора часа. Нет, как бы человек с открытым лицом, все, вон номера есть. Я вот здесь пальчиками просто данные свои закрыл. Да, поэтому тут все по-честному рассказывать. Соответственно, я говорю, давайте я тогда вам оставлю письменную претензию. Они на меня смотрят, говорят, ну давайте. Я беру претензию. Я ее тоже принес, я сейчас все покажу. Без исключения. То есть у вас была основная претензия, почему у вас документы выданы вообще от другой юридической компании? Дайте мне документы. Если мне ремонт произвел автопремьер Н, дайте мне документы от автопремьер Н. Если у меня вот эта организация, где ННН указано, значит дайте мне от нее. Это документ, это не документ. Вот я накатал вот такую претензию на двух листах, извините, ветерок, где своим главным требованием у меня их было два. Первое. Предоставить информацию, в каком именно сервисе мне произвели окраску, кто мне произвел, и выдать соответствующий документ. То есть без этих документов пока ситуация все в той же стадии. Они мне позвонили вчера, или позавчера, а позавчера, и просили прислать скан моей гарантийной книжки. Зачем? Не понимаю. Может быть гарантию начали наконец-то оформлять, а до этого сделали это просто так. И при гарантийном ремонте, смотрите, пожалуйста, с заказчиком всегда выступает производитель, либо импортер машин. В моем случае это ХВЛ, Мотор Рус. Они заказывают, они будут платить деньги. А это все, это как вот трехсторонний договор. Поэтому вот так. Дмитрий, а теперь объясните людям вот этот момент, например, что будет есть. Допустим, смотрите, вот вы бьетесь за то, чтобы у вас были все документы на руках. Вот сейчас, допустим, вы дошли до победы, вам выдали правильно документы, все, первый гарантийный случай у вас оформлен. Если еще раз что-то произойдет с лакокрасочным покрытием, капотом или любой другой детали, то вы по закону о защите прав потребителей получаете возможность сдать машину. По закону о защите прав потребителя, уже заговариваться начал, данный автомобиль является бракованным и подлежит либо обмену на точно такой же новый, либо возмещению денег, но на день обращения. То есть я ее купил там миллион девятьсот пятьдесят, а вот сегодня она будет стоить два-триста, значит вернует два-триста. Но это именно после двух случаев одинаково. Одинаковые проблемы. Два раза пола к красочке. Нет у меня цели сдать машину, я ее лублу. Мне она не нравится, мне на ней комфортно. Но если она бракованная и с ней лезет краской, я ее обязательно сдам вам. Если вы считаете это потребительский терроризм, начинайте делать нормальные вещи, чтобы у меня не было возможности их сдать. А не пытаться бумажками прикрывать. Они в этом моменте, они себя просто прикрывают. Потому что да, у меня появится возможность сдать. У меня нет ее цели сдать. У меня есть цель, если такое произошло, если есть гарантия, дайте документы. Дмитрий, жму руку. Жму руку, это сильно. Итак, претензия. Сейчас, минуточку. Момент чисто технический. Где? Где? Вот она, досудебочка. Я претензию эту написал. Я говорю, вот пожалуйста, примите претензию. Ну, вы работаете с большим количеством организаций, вы понимаете, что принять претензию это не что-то сверхъестественное. Девушка на ресепшн, юрист, еще кто-то обязательно принимает и говорит, хотите претензию, идите и посылайте по почте. Я такой говорю, а зачем я тогда у вас стоял, писал вот рукой вот это все? Непонятно. Я разозлился, сказал, спасибо вам большое. Очень неприятное отношение клиента. Почему-то путают вежливость со слабостью. Мне кажется, это немножко неправильно. Потому что, если я не матерюсь, не ору и не обещаю сокрушить, но я все равно пойду до конца. Итак. Вот у вас уже конвертик есть. Что такое досудебная претензия? Это вот такой листок бумажки, в котором написано, кому. Я пишу, мне сказали, что автопремьер Н. Печать автопремьер Н. Я вбиваю автопремьер Н. Мне его дают ОГРН. Я смотрю, юридический адрес, а не фактический. Такие документы только на юридический. Пишу генеральному директору от меня. Пишу. Я к вам пригнал автомобиль. Вы мне документы не выдали. На основании высшего изложенного прошу выдать документы о прохождении гарантийного ремонта. Также информирую вас, что при судебном рассмотрении на вас будут возложены сопутствующие расходы. И данная претензия носит характер до судебного спора. Кладу в конвертик. Заполняю конвертик. Делаю опись вложения. И вот такое вот уведомление. Вы когда... Как вас там зовут? Роман Дмитриевич Пшенников. Приветики. Вы когда это видео увидите, вы уже можете идти почту проверять. Вас там досутебочка ждет. А если в течение 30 дней я не получу на нее ответ, я пойду в суд. По-моему, Щербинский районный суд по данному юридическому адресу. А я там уже бывал. Поэтому придется идти только в суд. По-другому никак. Вы с них документы не взыщетесь. По поводу печати и штампов. Сейчас еще... Это последний момент. Юридические. Тонкость. Вот у меня в Ауди была электронная книжка. Там один геморрой. Здесь бумажный. Здесь другой. Три ПТО я проходил. Три раза мне приходилось ругаться. Они мне ставили штамп. А не печать. Просто штамп там написан. Официальный дилер. Говорит, смотрите, официальный дилер. Я говорю, такого понятия официальный дилер? Нет. Вы просто юрлицо. Чем отличается штамп от печати? Есть закон, по-моему, 14-й федеральный, 98-го года, об обществе ограничено ответственностью, с кем они являются. И там написано, что печать должна быть круглая. Там должно быть полное наименование и место расположения. Допустим, общество ограничено ответственностью, автопремьер Н. Ну, серьезные организации еще там, ИНН, ОГРН пишут. Это не обязательно по закону. Ну, вот, говорят... Короче, дурят народ, как хотят. Крутят, вертят, вот именно из того, чтобы вот вроде юридически неграмотный, какие-то пищюльки понаставили, понадавали все. У тебя вроде все есть на руках, а на самом деле потом суть до дела, а ты это оказывается лошара. Смотрите, друзья, мы сейчас здесь подводим черту. Я предлагаю вывести на экран инстаграм нашего канала. Как только вы дойдете до победного, расскажите, чем дело кончилось. Я передаю вас переписку, выложу туда, и вы сможете почитать, как он победил в этой ситуации. И третья, заключительная тема, касается электронного ПТС. Очень часто можно встретить вопрос, мол, расскажите, разберите, как это работает. Вот с этим столкнулся Дмитрий. Кто бы еще мог. На самом деле, с этой ситуацией многие люди сталкивались. Некоторые дилеры все оформляют правильно, а некоторые, как в вашем случае, вы покупаете автомобиль. 30 тысяч пробег. Вы им владеете сколько по времени уже? Почти год. Почти год. А машина не ваша? Она вообще ничья. Она вообще ничья. У нее владельца нет. Расскажите подробно. Покупая автомобиль, сейчас дают выписку. Выписка это, по сути, бумажка. Это бумажка. Я вам покажу, где написано, что у вас ПТС. В СТС. Вот здесь, в СТС. Пишется, что электронный ПТС. И его номер внизу, на обратной стороне. Я наткнулся. Люблю почитывать один ресурс. Пикабу, привет. Я там уже много лет сижу. И там была история про то, что вот так и так решил продавать, а мне ДПСники злые машины не ставят, потому что вот электронный ПТС и прочее. Я почитал такой. Мне же тоже электронный, надо проверить. Этим занимается юридическое лицо. Я нашел их сайт. Вбиваю данные. Какое лицо-то? Как правильно? Он сейчас смотрит, говорит, блин, у меня тоже электронный. Как проверить? Сайт называется, ну я ссылочку там прикрепите, елптс. Ну как, электронный ПТС, елптс.ру. Но там вы заходите в форму соответствующую, определение. Забиваете эти цифры, да? С ПТС. Да. Ну там вам покажут фамилии, имя, отчество. Номер ПТС, и вам говорят, кто владелец. Так вот, это как домик простоквашина. Она ничья, берите, кто хотите. При постановке на учет в ГИБДД у них вопросов нет. Бумажка есть, электронный ПТС, что такое? Фиг его знает. Ставь, нормально. Машину потом продаете. Ой, электронный ПТС, нормально. А то, что в нем никто не вписан, это пока момент, пока наши доблестные, уважаемые, конечно же, мной, сотрудники госавтоинспекции не скажут, а какого фига тут нет никого? Мы вам не впишем, идите, решайте вопрос. Вот это мыльный пузырь, который скоро бумкнет. И бумкнет громко, потому что, когда вам скажут, что вы не можете продать автомобиль, а такие решения будут выноситься только через суд. То есть, вот данный автомобиль произведен в городе Узловая Тульской области. И его выкупает дилер. Завод должен поставить отметку дилеру. Чпоньк, владелец, теперь дилер. Дилер продает, должен зайти в эту систему, прикрепить ДКП, там прочее сказать. Вот чпоньк, но владелец это. Вот это вот очень важная информация, что именно дилер при продаже вам автомобиля сам должен это сделать. Просто, насколько я знаю, сейчас по Москве, вообще по России в целом, есть дилеры, которые это делают. И люди, покупая машину с электронным ПТС, заходят на сайт и видят, что он является владельцем. И есть вторая половина людей, как вы, которые заходят и видят, что нифига себе, год катаюсь, кто-то два там катается, как оно все пошло. А владелец никто. И потом действительно это может аукнуться. Ситуация на данный момент, машина до сих пор нечаянная. Я позвонил Александр Феверит Моторс, который продал. Я же все имена буду называть. Привет. Всех помню. Это на севере Москвы, не помню точный адрес. Я им позвонил, говорю, Александр, вот такая вот фигня. Он говорит, слушайте, ну это же, вы же понимаете. Когда вот начинают слова, маркеры, вы когда, ну вы понимаете, меня сейчас начнут грузить своими проблемами. Я не хочу понимать, не хочу. Я же вас не гружу своими. Завод должен вам поставить, звоните на завод. Я говорю, какая-то фигня. Позвонил в данную электронный ПТС, вот эта система электронных ПТС. Мне там прям сразу сказали, этим должен заниматься тот, кто продал вам автомобиль. Ни ЕБДД, ни завод, дилер. А вот дилер должен решать проблемы с заводом. И в итоге... Пока руки не дошли. Слишком много судебных разбирательств. Слишком много. Сразу при покупке автомобиля дилеру задать вопрос. Вы поставите мою машину на меня, то есть оформите как положено, чтобы лишних проблем не было. Знаете, почему такая ситуация сложилась? Почему? Проблемы во мне, как в покупателе. Я просто раньше ничего не требовал. И вот если мы все одновременно, я очень надеюсь, потому что у вас огромное количество зрителей. Всем большой привет от меня. Давайте начнем этим ребятам говорить, что мы не такие. Мы хотим, чтобы все было правильно. Есть гарантийное. Произошел гарантийный случай. Сделай все по-нормальному. Они боятся, что автомобили массово возвращать начнут. Ну так делайте нормальные автомобили, блин. Не будут возвращать. Все очень просто. Ну что, друзья, вот такая получается история, смысл которой в одном слове внимательность. Внимательность и понимание, как все должно быть оформлено. Благодаря развитию YouTube, различных роликов, люди уже сами понимают, как нужно оформить гарантийный случай. Люди уже понимают, что электронный ПТС, потенциальная засада. Начинают копать, изучать и понимают, что правда засада есть. Поэтому я надеюсь, что подобные сюжеты, благодаря таким людям, как Дмитрий и любым другим гостям, кто приезжает, для нас с вами будут полезны. И в дальнейшем нас с вами будут оберегать от подобных ситуаций. Подчеркиваю еще раз, непосредственно к производителю, что это китаец, вопросов-то нет. Такая хрень происходит абсолютно по всем дилерам. Мерседесы, BMW, Audi, Kia, Toyota и так далее можно перечислять до бесконечности. Поэтому, каким бы автомобилем вы не владели, какой бы автомобиль вы не покупали, имейте в виду, что за всем здесь нужно глаз да глаз. И полностью согласен с Дмитрием, что нужно за свои права требовать по полной программе. Ничего здесь криминального и сверхъестественного нет. Когда вы приходите с суммой денег, вам никто не скажет, что 50 тысяч не хватает, а бог с ним. Заноси сколько есть, простите 50 тысяч. Никто вам этого не сделает. Так почему мы им прощаем, когда нас пытаются, я уж извиняюсь, нагнуть юридически и сказать, типа, а дурачок, иди, тебе все покрасили, давай, свободен, беги отсюда. Поэтому подписывайтесь на канал, потому что дальше будет больше полезных роликов. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok